Актуальная на сегодняшний день тема «Какой эмулятор андроида выбрать?» продолжает беспокоить умы геймеров. Эмуляторов хватает, все они бесплатные, но работают, как выяснилось, у части пользователей совершенно по-разному. Гайды по ковыряниям в настройках, статьи о различиях, в ряде случаев хоть башкой об стенку долбись, все это никак не помогает. И дело не только в слабых ноутбуках или ПК, вернее не только в этом. Иногда ваш компьютер вроде как очень даже хорош, как мой, хочется верить. Но все же ему чего-то не хватает, блин, и эта гадина так тормозит, прям сжечь до тла его хочется. Ёлы-палы, да у меня RDR2 идет почти в 50 фпс без тормозов, а тут какая-то мобильная игрулька нещадно фризит. Это партнерский материал, и в нем я расскажу вам про эмулятор андроида под названием LD Player. Каких-то принципиальных отличий от собратьев, по внешнему виду, в нем вроде как нет. Вы также скачиваете маленький установочник с официального сайта, ссылку на который найдете в описании к ролику, запускаете файл, при желании выбирая место куда хотите установить, а после с интернета загружается 400 с лишним мегабайт, все это дело само устанавливается на ваш комп или ноутбук, и на рабочем столе появляются два таких желтых значка. Первый LD Player 4 запускает программу, второй LD Multiplayer 4 позволяет настроить и открыть сразу несколько окон эмулятора, когда и если это понадобится, скажем может пригодиться в какой-нибудь MMORPG. Запустив LD Player самой свежей четвертой версии, кликните мышкой в строке «Найти игры», затем напишите название игры или выберите одну из популярных, которую хотите загрузить . Нажав кнопку «Установить», мы будем должны сперва зайти в свой профиль Google Play, ну там логин ввести, пароль вспомнить или вообще новый профиль создать, если у вас его никогда не было. Принимаем условие и еще раз жмем «Установить» . Пока ждем установки, можно покопаться в программе, тут к счастью все просто и понятно. Пункты системе напомнят, какие железяки находятся у вас на борту, а если зайдете в настройки, увидите варианты разрешения эмулируемого окна, количество ядер вашего процессора, которые будут использоваться под нужды программы, размер оперативки, да и по сути все. Больше вас здесь ничего не должно беспокоить, я вот вообще ничего не менял. И да, в боковой панели справа находится много полезных функций. Тут можно настроить управление, изменить громкость, развернуть изображение на полный экран, а чтобы выйти из полноэкранного режима достаточно нажать кнопку Escape или F11, также есть возможность сделать скриншот, записать видео и тому подобное, как оно полагается любому уважающему себя эмулятору. Ну это так, мало ли кто не в курсе, все это здесь есть. Вообще, конечно, наш канал не то чтобы про мобилки, но как только вышла EVE Echos, пришлось срочно озадачиться и установить какой-нибудь эмулятор. В дискорде и в комментариях под видео нас часто спрашивают каким эмулятором андроида мы пользуемся. К моему личному сожалению, про лд плеер в момент выхода мобильной EVE я не знал, поэтому мучился с блюстаком, долго копался в его настройках, потому что картинка конкретно на моем компе меня не устраивала. И в конечном итоге я мог играть либо с неказистой графикой, но относительно без тормозов, либо с нормальной, но при варп-прыжках или рядом со станцией, фпс был просто на нуле. Ничего личного блюстак, но с моим компом у тебя явно не задалось. И вот спустя всего две недели мучений я, к своему счастью, наконец нашел решение своей проблемы. ЛД плеер, друзья, с дефолтными настройками, то есть абсолютно без какого-либо моего вмешательства после установки. ЛД плеер моментально выдал картинку нужного мне качества, при этом не тормозил как предыдущий эмулятор, не вылетал и даже приближение с отдалением здесь работать сразу, без танцев с бубнами. Везде говорят, что за зум отвечает колесо мыши с зажатым контролом, но блин, конечно может у меня руки из одного места. Но в ЛД плеере это работает изначально, а в предыдущем эмуляторе почему-то болт, зум не работал, и не у меня одного. А у кого-то работает, от чего это зависит абсолютно непонятно. Даже если мне просто повезло, я действительно очень рад, что попробовал ЛД плеер. И на данный момент на моей системе он работает лучше других, ранее опробованных мной эмуляторов. Если вы тоже столкнулись с неудовлетворительной работой своего эмулятора андроида или просто ищите себе варианты, думаю стоит обратить свое внимание на ЛД плеер и попробовать. Всего несколько минут, потраченных на установку, возможно наконец-таки избавят вас от потери нервных клеток и томительных ожиданий с возгласами, когда наконец уже кончатся эти тормоза. С чистой совестью всячески советую и надеюсь на дальнейшую поддержку и развитие данного эмулятора. Так держать! На этом всё, играйте только в хорошие мобильные игры, делайте это и на эмуляторе и на телефоне, сидя в известном месте, берегите нервы и получайте удовольствие. До связи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok